Городообразующая отрасль, если можно так сказать, выдохнула. В городском театре отметили лучших. Сами награжденные говорят, что год был не простым, но экономически эффективным. Александр Дмитров руководит пансионатом на 350 мест. До начала сезона прошла обязательная сертификация. Предприятию присвоили две звезды. Лучше две честные звезды, чем четыре с какими-то недоработками. Мы, конечно, стремимся дальше. В этом году заполняемость была очень хорошая по сравнению с прошлыми годами. Пробелов между заселениями практически не было. То есть, только выезжали люди, следом приезжали другие, которые уже жаждали поселиться именно у нас, поселиться именно в нашем городе, на нашем побережье. Уже в деловой обстановке подвели итоги. Глава Сергей Сергеев заявил, что высокий результат обязывает со всей ответственностью подойти к подготовке сезона 2017, навести порядок в сфере торговли, на пляжных территориях и в курортном бизнесе. Люди требуют от нас. Самое главное, чего они хотят, это порядка и комфортности нахождения совершенно правильные требования. Вот эта борьба, которая ведется сегодня с незаконной торговлей, она, в принципе, направлена на сохранение здоровья населения. Борьбу с контрафактным алкоголем Сергей Сергеев выделил в отдельную тему. В городе действует 35 мобильных групп из сотрудников администрации. Львиная доля суррогата изымается после их обращений в полицию. С начала года с прилавков убрали 112 тонн сомнительной продукции. На 20 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объединим свои усилия по собиранию налогов, по тому же курортному сбору. Тут и ЗОЗовцы должны помочь с неуемной энергией и все остальные органы. Наведем общественный порядок на улицах совместно с нашей милицией, чтобы и казаки, и милиция и по ночам следила, и в нем разбирала инстанционированную торговлю. По словам мэра, Анапа единственный, кроме Краснодара, город в крае, где ежегодно из бюджета выделяют деньги на нужды казачества и дал понять, что рассчитывает на их поддержку. Сергей Сергеев также отметил, что законодательно сегодня не урегулирован вопрос с эксплуатацией аттракционов на пляжных территориях. Полномочий запретить эту деятельность у муниципалитета нет, но допустить повторение трагического случая гибели подростка нельзя. Еще одна проблема. Инфраструктура не поспевает за темпами строительства. В Анапе уже появились яркие примеры, когда застройщики выполняют обязательства и обеспечивают свои объекты коммуникациями. Особенно остро стоит вопрос канализования в Витязево и СУКО. Локальные очистные сооружения, выход из сложившейся ситуации. В СУКО один из застройщиков изыскал средства и закупает оборудование для локальных очистных. Из Витязева в Анапу вдоль Пионерского проспекта идет строительство канализационного коллектора. В целом городские коммуникации выдержали приток отдыхающих, хотя никто не скрывает, что отдельные проблемы были. К этому сезону протяженность оборудованных пляжей увеличили на 2 километра, до 19,8 километров. Новые места для отдыха появились на ряде участков вдоль Пионерского проспекта в поселке Витязева и станицы Благовещенской, с которой связывают дальнейшее расширение курорта. Сегодня там строят дополнительные водопроводы. Глава города считает, что необходимо создавать условия для строительства и расширения детских лагерей. В одном из них сегодня создают дополнительные 200 мест. Со своей стороны муниципалитет помогает подключить новые здания к воде. Значительно снизили расходы на реализацию технических условий, взяв их на себя. Я считаю, что это правильно. Анапа остается главным детским курортом страны в этом году. С родителями в здравницах отдохнули около 1 миллиона детей и подростков. В администрации напоминают о необходимости обеспечить охрану периметра и установить пожарную сигнализацию в детских лагерях. 11 августа загорелся один из корпусов базы отдыха Витязева. Никто не пострадал. 108 детей обеспечили всем необходимым, 88 из них приняли другие лагеря. Глава города подчеркнул, что сегодня конкуренция в сфере оказания курортных услуг очень высокая, в том числе и между соседями по побережью. В такой ситуации каждый, думающий только о личной выгоде, в итоге вредит всем, а значит и себе в том числе.